Он же начинал еще юнгой на торговом, на рыболовном флоте. Кстати говоря, юнгой он стал в 17 лет, а сам Александр Осипович из крестьянской семьи, из Архангельской губернии. В преддверии 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Мурманской гимназии номер 6 в торжественной обстановке открыли мурал, посвященный Александру Осиповичу Шабалино. На нем портрет героя на фоне Баренцева моря и торпедного катера, на котором будущий контр-адмирал советского флота совершил не один подвиг. Дети изучали источники, обрабатывали, так скажем, фотографии и примерный дизайн разрабатывали. Вот, потом мы обратились в одну из компаний и уже профессионалы вот этот вот дизайн-проект, так скажем, завершили. История прославленного военного моряка неразрывно связана с Кольским заполярьем. Он учился в Мурманской мореходке, служил на Северном флоте. 11 сентября 1941 года экипаж катера под командованием Александра Шаблина одержал первую победу над врагом, потопив транспортное судно противника. Спустя полтора месяца торпедным залпом уничтожен еще один транспорт, на борту которого находилось 2000 немецких солдат. Прочитав историю подвигов Александра Осичева, школьники, в том числе 6-й гимназии, они смогут по-новому переосмыслить свой жизненный путь, понять, что нужно сделать, чтобы быть таким же преданным стране патриотом, таким же успешным, результативным человеком. Атаки Шаблина всегда были дерзкими до отчаянности, но продуманными. Их успех военный моряк объяснял просто. Каждое нападение строил по-новому, хорошо изучал противника, где и какие у него огневые средства. К началу 1944 года на личном счету Александра Осиповича было уже 7 потопленных кораблей. Он имел 4 боевых ордена, был единственным среди катерников, кто получил 2 звезды Героя Советского Союза. Обязательно должны помнить героев тех времен, которые во время Великой Отечественной войны отстояли свободу и независимость нашей страны. И для того, чтобы эта память передавалась с поколения в поколение, вот и нужны такие мероприятия, чтобы наши следующие поколения передали эту память, например, Александре Осиповиче дальше. Всего в разных муниципалитетах Мурманской области уже открыты 17 муралов, посвященных участникам СВО, Героям России и другим людям, оставившим след в боевой летописи нашей страны. Юрий Монаков, Максим Кравченко, ТВ21+.